Ну что, друзья, подключили мы интересный универсальный монитор 10 дюймов от компании White Media серии LC232 на андроиде к питанию 12 вольт. Вот так вот он выглядит во включенном состоянии. Забыли в прошлом видео отметить, что данный магнитол имеет встроенный микрофон. Он вынесен на внешнюю панель. Внешнего микрофона данный магнитол не имеет. Что, друзья, также отметить. Данный магнитол имеет встроенную модульную плату. Они очень надежные. Кстати, слим по глубине всего. Спокойно можно поставить любой автомобиль. При этом у вас будет куча места сзади для укладки проводов. Это очень удобно. Если вы еще тем более заниматься будете сами установкой. Также, друзья, что отметить. Данный плюс огромный магнитол это выносные кнопки. Они не сенсорные, они полностью нажимные. Все самое основное у нас вынесено меню. Назад это бэк, нави, переход быстрый в навигацию, радиорежим, музыка, блютуз, видеорежим. Ну и, соответственно, переход в приложение. Что еще, друзья, классно? Магнитол имеет два энкодера. Один отвечает за звук. Энкодер работает очень мягко. Не хуже, чем у фирменных магнитол Пионер GVC. Приятно взять для тех, кто особенно любит все же потрогать, когда любит выносная, чтобы была крутилка. Также и вторая крутилка отвечает, например, за переключение треков, переключение радиостанции. Во включенном состоянии магнитола выглядит вот так. Яркая, насыщенная матрица с технологией IPS. Любого глаз, любого наклона. Все четко видно, без всяких зернистости. На примере видео это будет еще подробнее и понятней. Магнитолы данные производители постарались сделать дружелюбный и понятный интерфейс, чтобы в нем разобрался абсолютно любой человек любого возраста. Все интуитивно и понятно. На свой рабочий стол у нас вынесен значок, например, музыки и блютуз. Перелистываем режим радио, настройки и видео. Слева у нас забытные значки, например, переход шатеренка в настройки. Посередине значок 4 квадратика – это переход в приложение. Здесь у нас есть YouTube, Яндекс.Навигация, Navitel и прочее, прочее. Можно закачать. Также, друзья, нижний значок – это быстрый переход в навигацию. Зацените, насколько быстро грузится в данный магнитол навигация, например, Яндекс. Это все же 2 гига оперативки дают о себе знать. Можно также пользоваться одновременно несколькими приложениями. Магнитола не будет ни тупить, ни тормозить. Давайте теперь по приложениям. Ну, например, зайдем в музыку, посмотрим плеер. Так, магнитола имеет стандартный плеер, довольно удобный в использовании. Есть быстрое перелистывание. Что отметить, есть быстрый поиск по папкам. В каждый трек, в каждую папку можно зайти без всяких проблем. Если, допустим, играет интересный трек, его можно отметить сердечком. Этот трек попадает в папку избранная, чтобы его потом не искать. Тоже очень удобно. Магнитола имеет встроенный эквалайзер. Он довольно простой, но магнитола неплохая по звуку. Если хотите эквалайзер, поинтереснее, можно закачать какой-нибудь плеер цифровой, типа AMP, пользуясь уже встроенным цифровым эквалайзером, вывести звук на совершенно новый уровень. Режим Bluetooth выглядит вот таким вот образом. Можно разговаривать по громкой связи, либо слушать музыку. Также, друзья, что отметить, это режим радио. Магнитола имеет встроенный неплохой радиотюнер для китайца. Каждую волну можно выбрать и настроить. Магнитола реально обеспечивает неплохой радиоприем. Настройки. Магнитола обладает очень гибкими и большими возможностями настроек, как и андроида, так и внутренней самой оболочки. Можно зайти, там, яркость настроить, настроить навигацию, настроить значки. И, в общем, куча-куча всего. Есть более глубокие настройки для продвинутого пользователя, что классно. Эта магнитола имеет также штатные кнопки на руле. То есть, у ней встроен адаптер под резистив. Можно спокойно настроить штатные кнопки и придать им назначение через настройки. Это тоже очень удобно. Не нужно докупать никаких дополнительных адаптеров. Давайте зайдем в режим видео. Магнитола понимает огромное количество видео. Можно распространять флешки. Также можно подключить переносной жесткий диск. Мы спокойно подключаем терабайты, полтора терабайта. Все видео глотает без проблем. Даже более весомые файлы и форматы. Вот так вот картинка выглядит. Очень четкая реально матрица. С любого угла, с любого наклона. Насыщенно. Лучше, чем у всевозможных пионеров и GVC. Отлично будет видно даже в солнечную погоду. Отлично будет, допустим, видно детям, если они сидят на заднем сидении автомобиля. Китайцы в этом тоже постарались. Дополнительно, да, магнитола умеет работать и соединяться с интернетом через Wi-Fi. То есть здесь какая идея, ваш телефон будет раздатчик и выступать в режиме модема. Магнитола будет принимающим устройством. Интернет будет работать очень быстро. Можно спокойно подобрать тариф. И будет это работать ненакладно и очень быстро. Смотреть, допустим, какие-нибудь видосики с YouTube. Либо же вообще пользоваться, в принципе, интернетом полноценно. Ставить всевозможные приложения через плей-марки, какой-нибудь радар и прочее. Вот, допустим, мы поставили дополнительно NaviTel сюда. Дополнительно навигационную программу, которая может работать без участия интернета, а через в комплекте имеющую место GPS-антенну. Вот мы видим, все это работает без всяких проблем. Данная магнитола будет интересна для тех, кто хочет внести в свой автомобиль что-то новое, пользуется дополнительным приложением, допустим, камерой заднего вида, пользуется навигацией, все возможные дополнительные приложения, смотрите видео. Вам этот вариант реально понравится. Он шустрый. По цене к качеству очень приемлемо. Данную магнитолу мы все же рекомендуем пользователям, и она будет лучшая в своем бюджете. В наличии, имейте в виду, новые магнитолы серии LC. 2 ГБ оперативной и 32 встроенной. Кстати, еще данная магнитола имеет 4-ядерный процессор на базе Cortex-A7. Неплохой звуковой усилитель, матрицу IPS, как мы сказали. Ну, в общем, это самое главное, что нужно знать. Для вас, для пользователей.